короче хотела вот вам показать ой какая она большая же стала вот она красавица половина уйдет на суп половина ну я наверное на кусочки порежу и когда буду делать какие-нибудь котлеты или что-нибудь я добавлю люблю котлеты с этой с тыквой поменьше мяса побольше тыквы но вкусные вкусные получаются котлеты огурчики у нас уже к сожалению отошли там вон огуречек один висит вижу надо его сорвать а так все огурцов нет вообще они сами по себе как-то вот поникли и все как бы их обильно бы мы не поливали они вот сами по себе отошли и ну ладно в этом году огурцы конечно были у нас плохие к сожалению мало очень мало мама даже поехала и купили не знаете не знаю сколько они купили я уже забыла по-моему килограмм 10 чтобы засолить а я договорилась с кристиной она написала у себя на телеграм канале что там вчера родители были у нее ничего чай пили там я говорю а мы когда будем с тобой чай пить она гордо приезжай хоть сегодня но я короче решила поехать к ней чуть-чуть поболтать чай попить уже так вот вдвоем наедине давно мы друг друга не слышали и не видели всегда только вместе с семьей до семьей так что вот такой мне сегодня день будет в домашних делах заеду к сестре чуть-чуть и все а завтра посмотрим чем буду заниматься кстати вот дети все яблоки убирали собирали буквально позавчера смотрите опять уже сколько яблок валяется надо будет дети придут со школа чтобы они мне хорошие яблочки собрали ведерко принесли я сделаю компот буду компоты варить яблочные короче всем хорошего дня я побежала пока пока и и и и и и и и и Я же хотела... А, всем привет! Это новый ролик. Хотела же вам показать, что же мне привезли из Германии. Вещи БУ. Ещё раз большое-большое спасибо, Валентина, за то, что ты обо мне подумала. Вот, разбираю вещи твоей племянницы. Я всё перестирала ещё раз. Ну, я на короткую программу чисто пыль, скажем так, убрать. Потому что, ну, всё-таки девочка уже подросла, а всё это лежало, я не знаю, сколько в коробках. Поэтому я как бы всё перестирываю не из-за того, что там люди не чистоплотные, а из-за того, что просто наверняка может быть пыльное. Ну, не знаю. Короче, чуть-чуть на быстрой программе решила всё простирнуть. И как раз показывать, что же мне надарили. Вот этот вот мешочек я вам уже показывала. Это прям целый комплект. Такой вот, как кенгуру, мешочек. Потом комбинезон в нём ещё такой голубенький. И потом ещё как слипик беленький с носочками и с шапочкой беленькой. Короче, можно как луковицу одевать ребёнка. Вот такой вот весь комплект. По-моему, я 3 тысячи за него отдавала. Покупала же у женщины. Тоже БУ. Но как бы он в очень хорошем состоянии. Поэтому, как бы, я хочу его взять на выписку. Светло-светло-голубенький мальчик одевал. Но там нет ничего такого, чтобы там какие-то машинки были или мотоциклы. Там коняшки. И даже, вон, как же этот шторх, который ребёнка-ребёнка приносит, прилетает. Господи, как эта птица называется-то. Из головы совсем вылетела. Там и всякие, вон, как их, медвежата. Ну, короче, думаю, что вполне девочка может одеть. И светло-голубенький такой. Почему бы и нет? Ну, а так, вот такие всякие разные. Трудный язык русский. Я даже не знаю, как на это сказать по-русски. Я знаю, что это штрампля. Штрампля. Это по-немецки. А по-русски как это называется? Напишите, пожалуйста, мне. Ой, вроде бы живу тут два года. Но так как очень мало общаюсь, не хватает мне общения, скажем так, ну вот на работе, например, да? Если бы я ходила на работу, тогда, может быть, мой язык и стал бы улучшаться. Но как бы я уже словарный запас у меня увеличился. Но всё же такие слова, как вот, допустим, вот эти штанишки, костюмчик этот, не костюм. Это не костюм, это не штаны. Вот это штрамплер у меня. А как? А как? По-русски не знаю. Вот это, например, боди, да? По-моему, он по-русски тоже боди. Я, к сожалению, вот такие вот слова бывает ещё. Не знаю, как говорить или выговаривать, правильно ударение ставить. Как бы для меня это всё тёмный лес. Вещи все на девочку, которые мне подарили, не которые я приобрела. Ну, я и приобрела их, да. Но в первую очередь мне их подарили. А вот это вот мне достались костюмчики голубенькие, зелёненькие. Там это вместе с этим мешком от этого мальчика. Ну, тут зайчики голубенькие. Ну, почему бы девочки не одеть? Мне как бы это не мешает. Я даже думаю, что вот эти вот костюмчики всякие, они такие малюсенькие. С собой взять в больницу пару штук. Не знаю, буду я использовать это в больнице или нет. Потому что мне написали, что там постоянно 250 осмотров всяких разных в больнице будут. И постоянно надо будет ребёнка одевать, раздевать. И как бы для ребёнка это тоже стресс, да. Когда его постоянно одевают, раздевают. Поэтому, ну, легче запеленать. Ребёнка открыл, раскрыл быстренько. Проверили, всё, да. Ну, посмотрим, как это будет по ситуации. Может быть, на ночь буду одевать. Может быть, будет ребёнок сильно плакать, когда будет, ну, в такой пелёнке. Я не знаю, как будет ребёнок реагировать. Посмотрим. На всякий случай возьму, что он будет чуть-чуть. А там, вот, например, тоже от этой женщины тут достался, вот, который кенгуру брала. Вот этот. Потом вот этот. Тоже такой синенький. Такие маленькие-маленькие бодики. Господи, это даже, наверное, не 56 размер. Даже 52 где-то, наверное. Ну, ладно. От 52 размера я отказалась, когда Валентина спрашивала, ну, что везти тебе. Потому что у меня дети рождаются. Зара была 54 сантиметра, а там 56. Поэтому такие маленькие размеры, там, как 52. Кстати, вот шапочка, видите, к этому кенгуру, к этому мешку. Я думаю, что у меня и эта девочка будет больше, чем 50 сантиметров. Поэтому я сказала, 52-е бодики даже не надо везти. У меня дети довольно высокие рождаются. Поэтому не стоит там два раза, три раза одеть. Могу и такие одеть. 56 размера. Короче, самые такие маленькие я даже не покупаю. Это только для мелких людей. А мы крупные. Все крупные. Вон у меня брат родился, 63 сантиметра. Трехмесячный ребенок. Бедная моя мама. Да, и по килограммам у меня дети тоже рождались. Кан у меня был чуть-чуть. Но он на неделю раньше его вытащили. Кесерова мне делали. И сразу, ну, они же чуть-чуть раньше, если плановое кесерова, вытаскивают. На 39-й неделе он был почти 4 килограмма. 3 килограмма 980 граммов. Головка у него была большая. По-моему, если я не ошибаюсь, 36 или 36,5 и 56 сантиметров. Или 54. Блин, я с зарочкой всегда путаю их. Так, а зара у меня родилась, получается, на 42-й неделе. Я ее, считай, да, на 42-й неделе родилась. Она была 4 килограмма 40 граммов. Но в ней было много воды. Наверное, граммов 300 воды. Она как бы... Потом, когда эту всю воду из нее выкачали, она была совсем там, не знаю, 3700 где-то, не больше. Хотя я поправилась очень сильно. Потому что для меня это, как для многих мамочек, ну, как сказать, первая беременность, ты там не задумываешься, что ты поправишься еще как-то. Ну, я не задумывалась. Для меня это был зеленый светофор для того, чтобы поесть. Я лопала все подряд. Лопала очень много шоколада, очень много печеного. И я поправилась на 25 килограммов. Вот. С кавом я уже поправилась на много всего лишь. Если сравнить с первой беременностью, я поправилась на 16. Но у меня очень много воды было. Потому что после того, как мне сделали кесеровать, через 3 дня я пришла домой и встала на весы. И у меня всего лишь было 3 лишних килограмма. А остальное все была вода, которая из меня вышла в течение 3 дней. А я-то думала, почему я так сильно... Ну, это был конец августа. Я думала, я потею, потому что... Ну, то, что жарко. А мне кажется, из меня еще просто вот эта вот лишняя вода выходила. Я очень... Я из душа выходила. И опять потела так же, как будто я после душа не вытерлась. Это была какая-то катастрофа. Ну, вот. Ну, я тут вам... Как сказать? Так, вы видите, да? Что мне рассказывают? Это боди, это штанишки. Ну, так, показываю вам. Половину вещей я отобрала. Там надо выводить пятна. Потому что боди все беленькие. И, видимо, ребенок там ту кашку, то ли еще что-то там кушал. Короче, желтые пятнышки везде. Они же срыгивают частенько. Эти пятнышки, видимо, уже не выводились. Я попробую их вывести, насколько это возможно. И постираю еще раз. Вот. Ну, столько много вещей, что, по-моему, мне даже не надо ничего покупать. Потому что, ну, зачем мне столько много? Ну, поменяю я три боди в день даже хотя бы. Ну, я же буду их и стирать опять же, да? А так как большая семья, стираю я часто. Поэтому, мне кажется, мне этого всего даже вполне хватит. Может, там, если совсем что-то красивенькое будет, конечно, буду покупать чуть-чуть по мелочи. Но в основном... В основном меня выручают. И это очень классно. Все. Я поехала, Кристина, на чай.